Торнадо Энерджи! Что на мой взгляд, какие моменты остались недоработанными и вообще о судьбе дальнейшей битвы блогеров хотелось бы мне высказаться, вот уже практически большая половина битвы блогеров позади, многие вещи становятся ясные, интриги уже особо никакой нету, хотя все еще до конца непонятно чем все это может закончиться, ну то есть бывают всякие моменты, но тем не менее. Давайте начнем с хорошего, что мне реально понравилось, ну во первых мне было очень приятно, что меня вообще в эту битву блогеров пригласили, потому что как ни крути, это очень хорошая польза для канала, то есть не важно сколько у тебя подписчиков, 10, 20 тысяч, миллион, 3 миллиона, если ты месяц висишь на главной странице сайта World of Tanks, это все равно дает людям узнать больше о твоем канале. Только за последнее вот непродолжительное время самой битвы блогеров на мой канал подписалось более 36 тысяч человек, это конечно же благоприятно сказалось и на онлайнах, на стримах и на просмотрах видео, и самое главное это позволило мне преодолеть планку в 1 миллион подписчиков, которые я уже очень давно мечтал, и мне уже связались со мной представители ютуба, спросили куда мне высылать золотую кнопку. Очень приятно, короче, я считаю, что я уже победил в этой битве блогеров хотя бы вот этим вот моментом. Я уж не говорю про то, что для многих зрителей, да, многие кто вообще никак не знал о существовании блогеров и ютуб сообщества танкового, да, они узнали об этом. Ну и в общем-то, в пользу моего канала многие тоже оценили новости, какие-то лайфхаки, ну и к тому же на стримах, хоть мне многие на стримах, там я когда с Женькой Минмашиной стримлю или с Эволграни, я посмотрю там комментарии, которые им пишут, там в основном, да он на фоне тебя играть не умеет. Конечно, я же не киберкатлета. Я всегда позиционировался как простой человек из народа, который имеет такие же проблемы, как большинство моих зрителей, то есть я ухожу с утра на работу, прихожу уставший, реакции у меня уже давно не как у 15-летнего мальчика, я уже гораздо за 30 лет, семейные обязанности. В общем, я играю так же, как может играть любой из моих зрителей, то есть я могу показывать, что просто правильные действия в бою, выбор позиций, правильный выбор тактики на бой может очень сильно повлиять, даже если у тебя нет там каких-то киберспортивных навыков, ты все равно можешь отыграть замечательный бой. Ну, поэтому многие любят мои стримы и приходят их посмотреть, потому что я не какой-то небожитель, я такой же, как и все, и многим просто приятно, что они то же самое могут проделывать без особых проблем. Ладно, это прям как это вместо того, что по битве блогеров, опять что-то про рекламу канала, по крайней мере это выглядит как реклама канала. Следующий момент, это конечно, который мне понравился, это то, что без всяких модов внутри игры появились какие-то элементы, ну, мои, скажем так, на остальных мне как бы меньше интересно, свои, да, то есть наш уникальный стиль, наши надписи и так далее и тому подобное. Те, кто действительно являются поклонниками канала, для них приятно играть именно с эмблемами любимого канала, поэтому это тоже очень круто, потому что, ну, этот след в любимой и популярной игре останется навсегда. Мы уже преодолели все необходимые планки, то есть мы разблокировали все ключи, набрали все необходимое количество очков, хотя половина битвы блогеров прошла, поэтому я, ребят, всех призываю, кто в моей команде, набирайте 95 очков, чтобы получить все командные награды. С этим разобрались, то есть вот это вот все хорошее здесь реально приятно, битва блогеров открыла многим глаза на то, что сейчас кого комьюнити поддерживает, а кого не поддерживает, все это, ну, у меня, я этим всем очень доволен. Теперь, что мне не понравилось с точки зрения недоработки самой битвы блогеров. Значит, первый момент, который мне не понравился, это то, что люди, которые не определились с командой, то есть не вступили еще ни за кого из блогеров, могут видеть очки. Мне многие говорили, да типа, если блогеры бы даже хотя бы сами видели количество очков, они бы об этом информировали своих зрителей. Да в этом-то и дело, что это не проблема. Если ты за какого-то блогера топишь, тебе все равно, на самом деле, сколько у него будет очков, главное разблокировать командные достижения. Но, как я и сказал, огромный пласт игроков, которые вообще о блогерах никогда не слышали. И вот представьте себе ситуацию, что вы пришли на скачки, остался там последний круг, и вы видите, что какая-то лошадка, она оторвалась от всех остальных, ну, скажем так, на круг или на полкруга. А букмекер все еще принимает ставки. Будете ли вы ставить на лошадь, которая заведомо отстает? Ну, вы понимаете, да, к чему я? То есть, я считаю, что пока человек не определился с выбором команды, да, то есть, я не говорю про тех, кто топит за блогера, да, они выберут в любом случае, они будут знать количество очков и так далее, и расклад. Но это небольшое количество игроков, а вот большое количество игроков, которые просто вступают за лидирующую команду, и еще не вступив, видят расклад, то есть, кто на первом месте, с каким отрывом идет, и так далее, и тому подобное. И многие вступают просто-напросто за лидера. Это ни в коем случае не претензии какая-то Димке Левше, он все правильно сделал, молодец. То, что они своим, скажем так, киберспортивным составом в первые дни вырвались в лидеры, и просто-напросто эффект снежного кома позволил им это лидерство не просто удерживать, а еще и набирать отрыв. Просто-напросто те, кто приходят и вступают, они смотрят, кто на первом месте, им на самом деле пофигу на все эти нашивки и так далее. Я очень много видел комментариев, когда у Димки разблокировался вот этот вот камуфляж, комментарии были, а что, там еще 95 очков надо заработать? Ну, то есть, люди, многие, я не говорю про истинных поклонников творчества, да, кто является подписчиком канала. Я говорю про людей, которые просто-напросто пришли за победителя. Понимаете, да? Они думали, что они сейчас вступят, и все, для них будет халява. Они сами ничего для этого делать не собирались, они просто пришли за халявой. Свои х5 на 15 боев эти люди получат, ну и все. На все эти вот камуфляжи, нашивки им на самом деле глубоко пофигу. Ну, то есть, вы поняли, это ни в коем случае не претензия. Это недостаток, который разрушает соревновательный момент. То есть, люди, очень многие люди, которым на самом деле пофигу, за какого блогера вступать, потому что они об этих блогерах могли до момента входа в игру вообще ничего не слышать. Они тупо вступают за того, кто на первом месте. Ну, вы поняли, да, как это сработало. Поэтому это не совсем корректно. Мне кажется, было правильно не показывать количество очков до того момента, как игрок не определился с командой. Вот вступил ты в чью-то команду, ты можешь видеть расклад по всем блогерам. Не вступил, ты просто видишь блогера и его имя. Все. То есть, его фотографию и имя. Все. Дальше ты определяешь уже исходя из собственных предпочтений. И мне кажется, не стоило разделять награды. То есть, ну, за первое место X5, за второе X4, X3, X2, за четвертое. Это здравый смысл. А вот какие-то уникальные командные награды давать только за какое-то место, как вот нашивку только за первое. Ну, может быть, мы с этим и согласились на старте. Но сейчас я понимаю, что людям, которые просто вступили за блогера, им тоже хотелось бы эту нашивку получить. А получит ее только команда, которая занимает первое место. Но не совсем это, скажем так, ну, не то чтобы... Ну, мы все знали этот регламент, да? Но все равно немножечко обидно, потому что, ну, всем хотелось бы нашивочку напротив своего никнейма какую-то возить. Памятную. Памятную. Дали в ангаре, которую видно в чьей-то команде. Но хотелось бы такую же и на никнейме носить. Я думаю, ВГ от этого бы сильно не обеднели. И как они сами позиционировали, ну, проигравших здесь на самом деле нет. Просто есть расклад. Первое, второе, третье, четвертое место. Никаких особых преимуществ это место не дает. Главное, чтобы команда разблокировала командные достижения. То есть вот этот вот момент, мне кажется, тоже, ну, с точки зрения просто, чтобы меньше расстроенных людей было бы здраво сделать. Еще один момент, и вот на нем я хотел бы остановиться поподробнее. Это в самой битве блогеров нет битвы блогеров. То есть в чем заключается суть блогера? Да, он должен привлечь в свою армию людей. Но от него самого, по сути, ничего не зависит. То есть блогер, по сути, может вообще сидеть, вот он привлек кого-то и может в носу ковырять. Он все, он может ЛБЗ не выполнять, он может вообще в игру не заходить. То есть за него будет фармить очки его команда. Или он может рефералов к себе привлечь и за счет рефералов набрать там необходимое количество очков для разблокировки самому себе этих достижений. То есть блогеру, по сути, даже в игру заходить не надо. Ну ладно, пару боев в день сыграть, для того, чтобы получить эти достижения, надо хотя бы один бой провести. Вот. Один бой достаточно провести. То есть, по сути, самой битвы блогеров нет. Мне кажется, для поддержания интриги и большей вовлеченности непосредственно в фарм очков блогеров нужно было ввести личный коэффициент блогера. То есть, например, если человек зарабатывает, выполняет какие-то задания. За эти задания то количество очков, которые заработала его армия, умножается на какой-то коэффициент. Ну, например, там, на 0,05, ну, грубо говоря, на 5% увеличивается количество очков, если блогер выполнил, допустим, там какую-то задачу с отличием. И таких задач 60, да. То есть, таким образом, если блогер потеет за свою армию, то он может существенно увеличивать те очки, которые его армия заработала. Таким образом, ну, чисто в теории, да, даже не многочисленная армия, но с хорошим командиром, который потел бы, она могла бы занимать высокие позиции за счет коэффициента умножения самого блогера. Понимаете, да? И здесь была бы соревновательная часть между блогерами. И, ребят, это мне не совсем выгодно, потому что, ну, я, в отличие, например, от других блогеров, я работаю, я, то есть, 10 часов в сутки я вынужден отсутствовать дома для того, чтобы ходить на работу и работать там. То есть, остается у меня еще немного времени на выполнение боевых задач. То есть, у остальных бы передо мной в этом случае было бы преимущество. Но это было бы, по крайней мере, интереснее. Понимаете, да? Возможно, вводить коэффициенты за количество вернувшихся игроков. Все это нужно продумать и так далее. И коэффициенты выводить, чтобы, ну, не было такого, что слишком сильно там блогер может бустануть. Или, наоборот, что от его участия там никакого толку особо бы нет. То есть, вот такие моменты, мне кажется, было бы интересно вводить. Ну, и, наконец, последняя мысль, которую я хотел бы сегодня высказать. Будет ли еще битва блогеров? А вот здесь вот, если на первых этапах я был уверен, что это очень классная тема, и она зайдет и будет повторяться еще не один раз, то сейчас, под конец уже этой битвы, у меня, точнее, на экваторе этой битвы, у меня возникают сомнения. И причина в том, что я не уверен, что блогеры захотят еще раз поучаствовать в этом. Как вы знаете, Джофф и Эмвей выпустили видео, где призывали прекратить травлю людей, которые находятся, скажем так, не на первых местах. То есть, Эмвей попросил не травить Джоффа с его позиции в битве блогеров. То есть, это уже состоящийся факт. И Эмвей высказал такую тему, что Джофф может вообще, как бы, ну, зачем человек... Ну ладно, давайте от Джоффа абстрагируемся. Просто вот представьте себе абстрактного человека, зачем ему куда-то впрягаться в какую-то битву, если он заведомо знает, что он не получит в ней поддержки. При этом без топов, да, возможно, битва блогеров уже не будет такой интересной. Потому что привлекать каналы где-то там 5-10 тысяч подписчиков, ВГшникам, это зачем нужно? Ну, они распиарят эти каналы на своем официальном сайте, но им обратный выхлоп какой? Какую шумиху, какую аудиторию соберут маленькие каналы, да, понимаете, да? А топовые каналы уже не захотят, например, участвовать. Ну, вы поняли, да? То есть сами участники, сами блогеры могут саботировать эту битву блогеров, если бы она, например, на будущий год захотела бы повториться. Понимаете, да? Но само по себе мероприятие мне понравилось. То есть его додумать... Ну, в общем, смысл в чем? В том виде, в котором сейчас есть битва блогеров, я уверен, что она больше никогда не повторится, потому что либо блогеры откажутся, либо просто, ну, уже повторно не будет такого хайпа вокруг нее. Поэтому если ее переработать, возможно, с учетом моих замечаний, да, то, возможно, даже топовые блогеры и повторно согласятся в этом участвовать, если они почувствуют, что они смогут большее влияние на исход оказывать, а не просто зависеть от того, сколько людей их любят, а сколько не любят. Кто играет за них, а кто принципиально играет против них. То есть, ребят, если сократить все видео до пары слов, то мне лично, мне лично битва блогеров понравилась и была очень полезна. И эти две вещи, они как бы друг другу не противоречат. Но также я вижу в ней недоработки. Ну, первый блин обычно бывает комом. И устранив эти недоработки, я думаю, это может стать очень интересным ежегодным ивентом, как в Эггей-фест, или, допустим, я не знаю, какие-то марафоны осенние. То есть, это реально интересная вещь. Но, что думаете вы обо всем этом? Вот, хотелось бы узнать от вас в комментариях. Поэтому оставляйте свое мнение в комментариях, ставьте лайки, дизлайки. Это не имеет для меня никакого значения. Хочу видеть ваше отношение к данному видео. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok